Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне 20 лет, студентка 3-го курса. Работаю инженером-технологом 3-й год. Скажу заранее, работаю учебной нелюбимой. Хочу развиваться в музыке. Дело в том, что, несмотря на плотный график, мне на работе очень скучно. Провожу 9 часов. У меня ощущение, что я вообще не развивалась. На ней чувствую себя настоящим овощем, а из меня прямо прёт энергия. Мне нужно вечно что-то больше и больше. Из-за этого, как бы я куда-то влезал в какие-то бизнесы. Очень хочу в будущем открыть свою музыкальную школу, взяться за то, что мне ближе всего. Подскажите, пожалуйста, как можно смириться с тем, что мне ещё долго придётся отсидеть на этой работе. От контракта ещё 5 лет. Ибо у меня уже полезнее мысли уйти оттуда. Не выдерживаем, но этого делать нельзя. Очень рискованно и невыгодно. Подскажите, пожалуйста, мой взгляд. Это невротик какой-нибудь, который вечно поработал сделать что-то важное. Ну, смотрите. Во-первых, я думаю, что, коль вы попали в эту ситуацию, то это не просто так. То есть, ситуация возникла не просто так, что, по большому счёту, вы, получается, учились и работали, работаете сейчас. В общем-то, там, где вам не нравится. Я думаю, что подобное игнорирование на себя, да, и... Как бы, желание постоянно себя как-то вот... И, ну, обходите, да, желание как-то себя игнорировать, оно у вас действительно присутствует. Вот это недоверие себе. С одной стороны. Но, с другой стороны, желание достичь большего и большего тоже интересно само по себе. Потому что одно дело, если мне что-то нравится, и я хочу этим заниматься, и хочу, ну, что-то делать. А другое дело, когда я хочу, например, что-то доказать. Вот. И мне кажется, что вы именно что пытаетесь что-то, ну, что-то доказать. Вот. На мой, по крайней мере, взгляд, да, вот это выглядит таким образом. Это выглядит именно таким образом, что вы пытаетесь что-то доказать. Вопрос, конечно, здесь самый главный заключается в том, а что же именно вы пытаетесь доказать. Вы пытаетесь доказать, что вы значимы, пытаетесь доказать, что вы чего-то стоите и так далее. Потому что, если, как вы говорите, вам нравится музыка, да... Вот. Что вы можете заниматься. Никто не отменял и темперамент. Если, как вы говорите, вы очень энергичный человек, то как же так вышло, что вы связали себя с такой сферой, где ваша энергия, в общем-то, не особо нужна. И вы говорите, что очень рискованно и невыгодно, это правда. Но разве это не стоит того, чтобы быть свободным? Если вы чувствуете, что это не ваше, и вас это только ограничивает. А с другой стороны, вы можете искать компромиссы. Договариваться с начальством, вот. Например, о том, чтобы вас загрузили меньше, скажем, не на 9 часов, а меньше. Вот. Кстати, 9 часов это много. Вот. Восьмичасовой рабочий день должен быть. Ну, а если вы свою работу будете делать хорошо, опять же, и быстро используя свою энергичность, то у вас дается больше времени. Дело в том, что 5 лет, 5 лет большой срок, вы можете пригореть, вы можете разочароваться. Такие случаи, к сожалению, важные. Такие случаи, к сожалению, не редкие. С другой стороны, вас можно понять то, что вы не хотите рисковать. Тут вам нужно решаться домой. Мне кажется, что для начала нужно лучше понять себя. В силу того, что вы, судя по всему, импульсивный человек достаточно, вы, вероятно, плохо себя знаете. И плохо замечаете, что с вами происходит, и тем более никак к этим не обращаетесь. Поэтому вполне вероятно, что если вы просто будете лучше замечать, что с вами происходит, и выражать это, обращаться с этим, как-то получать обратную связь. Ну вот. То, вполне вероятно, что вот это вот то, что вы хотите больше и больше, скажем так, несколько видоизменится для вас. Потому что, честно говоря, от вашего сообщения у меня остался такой посыл, услышьте меня. Услышьте меня, заметьте меня. Вот. То есть я бы здесь предположил, конечно, рискуя ошибиться, но все равно предположил бы, что вы говорите довольно часто не о том, о чем хотите. Говорите о чем-то другом. Вот. Ну и как будто бы вот вы стыдитесь своей энергии. В энергии нет ни шаблаков, ее просто нужно грамотно направлять. Вот. А если человек себя не знает, то, конечно, ему это очень-очень сложно. Вы пишите, может быть я невротик какой-то. А психологи не делают диагнозов, не диагностируют невроз и что-то в этом роде. А я думаю, что за этим вам нужно обратиться к психиатру, либо к клиническому психологу. Вот специалисты в данной области помогут вам ответить на этот вопрос. Вы пишите, как можно смириться? Это довольно интересный вопрос. Дело в том, что не каждый может смириться. Смириться, не получив что-то для себя сложное, это рискует поломкой личности человека. Можно, конечно, с собой договориться, что на пять лет ваша жизнь поставлена на паузу. Но пять лет срок большой. Поэтому мне кажется, что лучше разбираться в себе, решать свои собственные личностные проблемы и искать возможности и компромиссы в сфере вашей реализации – это самое лучшее решение. Естественно, не торопиться, естественно, не совершать каких-то стандартных действий, но компромиссы это искать. Потому что, так или иначе, вам нужно использовать свои ресурсы, а не подстраиваться под мир. Я думаю, что вы и так делаете это достаточно. Последний вопрос, который мне хотелось бы вам задать – это вопрос, как получилось, что человек, любящий музыку и достаточно энергичный, получается, оказался на месте инженера-технолога. Ведь это не случайно. Как бы здесь вы не пытались оправдать чисто ожидания других людей, например, ваших родителей или друзей или кого-то еще. Вот это уже больше похоже на невроз. Но, как вы понимаете, неврозы бывают разные. Неврозы бывают патологические, когда связаны с нарушением биохимии тела и биохимией мозга, в частности. И бывают неврозы психические, когда он происходит как бы из психологических проблем. Вполне возможно. Так или иначе, это нужно диагностировать. Ну, то есть, исключить у вас, скажем так, психофизиологическую сторону, чтобы вы могли заняться психотерапией. По большому счету, вы сейчас оказались в определенном кризисе. И ваш вопрос, это запрос на индивидуальную работу. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, он позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.